Здравствуйте! Начинаем очередной рок-школы покера. На прошлом мы познакомились с такой замечательной игрой, как Амаха, а сегодня тема нашего занятия – семикарточный стат-покер. И я хочу пригласить к столу своих студентов. Здравствуйте! Рад вас снова видеть. Сегодня тема нашего занятия – семикарточный стат-покер. Это несколько новая для нас игра. Она даже и не похожа на Техас и Амаху. Но она является третьим видом покера, который в России признан спортом. Поэтому неплохо было бы дать хотя бы некоторые общие представления. Значит, в этот семикарточный покер каждый игрок получает свою комбинацию. Причем две карты первую он получает в закрытую, третью – в открытую, четвертую – в открытую. Давайте я так положу, чтобы Максу тоже было видно. Четвертую – в открытую, пятую – в открытую. Причем вот так вот обычно выкладывают эти комбинации. Шестую – в открытую, и седьмую он получает в темную. И так у каждого игрока своя такая рука. Что там у него может быть? Все что угодно. Мы ищем логику во время торговли, потому что на каждом этапе, вот как только открыли третью карту, начинается круг торговли. Четвертый круг торговли, пятую, шестую и седьмую. Давайте теперь я раздам, чтобы мы просто проверили процедуру игры. Неважно, у кого какие карты. И что мы делаем со ставками? В семикарточный покер играют санте. То есть каждый игрок делает первоначальную ставку в размере, ну, например, у нас будет 25, там, неважно, рублей, там, каких-то турнирных фишек. А потом играют лимит, и лимит этот играют 100-200. Мы можем ставить 100 – начальная ставка, рейс – 200. Карта, которая самая младшая, из открытых на первой улице, начинает торговлю вынужденной ставкой, которая называется «bring it in». Давайте проверим просто процедурные вещи. Начинаем всегда от баттона. Вот сейчас можно быть уверенным, что торговлю начинает Виктория, потому что если у двух игроков, например, двойки, то кто из них начнет торговлю? Тот, чья двойка младше по масте. А масте в покере – трефа, бубна, черва и пика. Пика – самая старшая, трефа – самая младшая. Вот, соответственно, Катя должна поставить «bring it in» – 25. Ну, ставьте 25. Дальше мы смотрим, давайте вот этот открытый посмотрим, у кого что. Ну, во-первых, у вас двойки, например, и у вас, и у Макса, это как бы плохие карты, потому что вы одну двойку видели. Эту карту мы про себя будем называть «мертвая», то есть она уже вышла. В отличие от «мертвых», оставшиеся в колоде мы считаем живыми картами. В данном случае у вас с Максом тоже не важно, потому что у вас совпадают десятки. Вы понимаете, что десятка уже придет с меньшей вероятностью. Поэтому вы тоже, чтобы остаться в игре, ну, у вас десятка – старшая карта. Напомним, что у нас здесь открыта тройка, у вас, да? А, вот, девятка. Это закрыто у нас. Да, у меня открыта пятерка. Это как бы закрыто. То есть, ну, вы уравниваете, например, 25. У вас есть в этом случае возможность, вы можете уравнять 25. Вы можете поставить минимальную начальную ставку 100. И можете, считая эту ставку, как бы увеличить сразу до 200. Ну, вы ставите 25, у вас не важно. У меня, пожалуй, самое сильное. У меня, во-первых, я не видел ни одного туза, ни одной четверки, ни одной пятерки. Кроме того, у меня три карты. На стрит какие-никакие. Ну, с большой дырочкой, поэтому я ставлю тоже 25. Ну, и Саша, наверное. После этого мы раздаем еще по одной карте. Точно так же одну сжигаем и открываем. Вы так вот делаете двойка, как бы впереди немножко, а эти как бы сзади. Вот. И у вас так же десятка. Вот здесь вот. Здесь, здесь. Вот. После того, как, значит, уже на следующей улице начинает ходить самая старшая из открытых комбинаций. Самая старшая из открытых Макс. Макс, может сказать, чек, либо стол. Чек. Чек. Тоже чек. Чек, чек. То есть, а вы, какая у вас карта, к троечку надо убрать подальше к королю, а четверку положить рядом с двойкой. После этого мы, значит, точно так же раздаем. Кто теперь начинает торговлю? Начинает торговлю открытая пара. Да. При этом на этой улице минимальная ставка становится 200 и ход, соответственно, 200. Это не зависит от пары. Это как бы на первой и второй открытой карты 100-200. На третьей и четвертой 200-400. Это как и в лимитированном холду, не помните? Да, так же? То есть, две четверки могут сказать чек, а могут поставить 200. 200. Ну, это 150. Там уже... Те 50 уже как бы стоят в банке, поэтому ставка 200, да. Ну, тут есть... Не, вы чек не можете? Но у вас есть и три на стрит лежит, и у вас есть три флеша. Еще придут две карты. Можете ставить, можете нет. Это ваше дело. Тут... 200. А, кстати, ну, я-то уже знаю, что у меня два туза, поэтому я ставлю 400. Вы этого не знаете, они у меня как бы в закрытую. Ну, Саша хороший. У него есть, во-первых, два валета, во-вторых, у него есть на стрит, во-вторых, у него есть на флеш. У него есть несколько комбинаций. Ну, не знаю. Вики, наверное, стоит выкинуть все-таки. Она понимает, что раз я на пол, у меня что-то есть. Может, у меня два туза в закрытых. Может, у меня туз шесть, две пары. Поэтому она еще и короля купит, не выбирает. Ей только четверку. Да. Вот это как раз самое правильное движение. Вы собираете карты и двигаете их в сторону дилера. Еще две. Да, еще две. Ну, теперь вам нужно решить. Вы ставите еще 200, потому что рейс... Так, начинает старшая открытая карта. Старшая открытая – это две дамы. Рейс. Ну, уже минимум 200 надо ставить. Рейс. Ну, на самом деле... Нехорошая идея. Я поставил... Да, нехорошая идея в том, что я показал, у меня два туза, наверное, я еще пока старше. Поэтому вам просто дешевле будет. Если вы поставите 200, я поставлю 400. А если вы скажете чек, я могу поставить только 200. Поэтому следующую карту вы увидите за 200. Давайте отвечать. Да, вы чек, я поставлю 200. Здесь рейс 400. Вот, видите, почему лучше было вам не начинать на слабой карте? Потому что я поставил 200, а Саша еще и переставил 400. Теперь вам надо решить, будете ли вы платить за 400. Ну, пользуясь тем, что карта открыта, вы видите, у него две пары – валеты и семерки. Вам достаточно купить шестерку, двойку, десятку, восьмерку или даму, чтобы его побить. Ну, и меня вам... Если вы побьете, то вы побьете его и меня. Поэтому решайте. Ну, например, заплатили 400. Вы же девушка рискованная. Вот. А я тоже как бы уравниваю. И следующую карту мы раздаем в закрытую. Одну срезаем. Одну получается Саша, одну получаете вы, а одну получаю я. И теперь давайте будем играть на закрытых. Ваше первое слово, потому что у вас сам... А, нет, две пары открыты. Одна пара открыта. Значит, дамы начинают. Ну, купили – можно давать. Не купили – можно чек. Или не купили – можно блеф. А мне еще одна карта... Нет, все, больше карт не будет. Все, семь карт. Эти карты все собираются. И как бы... Пас лучше не говорить, потому что, чтобы не... Не, я не хочу выглядеть слабо. Ну, пока чек. Чек. А я посмотрю и поставлю 200. Больше не могу, ни больше, ни месяц. Вам надо решить или пас, или 200 кол. Пас. Все, потому что вы не купили, правильно? Вот из этих 200, помните фундаментальную теорему, накопится ваш проигрыш или выигрыш за месяц или за год. Ну, вы думаете, что, конечно, вы слабили. У меня два туза уже, я показал. Я купил вторую пару. У меня стало два туза, две восьмерки и шестерки. Вот такая у меня комбинация. Судя по тому, что ты кол-то не купил, да? Вот, ну, собственно, вот так вот. Ну, разобрали свои назад, потому что это была учебная тревога. А, слава богу. Опять мы все, напоминаю, ставим антэ. По 25. Лимит у нас 100-200. Два круга – 100-200, потом два круга – 200-400. И поднимать всегда можно только на один шаг. Если 100, то 200, потом 300, потом 400. Моя тоже антэ. Так, ходит у нас всегда Вика, потому что у нее всегда самая младшая карта. То есть вы можете смотреть, можете… На самом деле, вы можете посмотреть, потому что если вдруг у вас там очень хорошая, вы можете пойти не 25, а сразу 100. Что у меня должно быть очень, чтобы это было очень хорошее? Там будет 3 тройки. Это самая сильная стартовая рука. Три одинаковых. Ну, значит, пока там ваши карты рассматривают оператор, ставьте 100. Ой, 100, почему 100? 25, минимально, правильно? Да. Значит, вот как правильно посмотреть свои карты, а потом положить свои вот так вот. Так, там 25. Вы можете уравнять 25 или поставить 100. Это… Одно сжигаем и так же по кругу раздаем. Ходит открытая самая старшая рука. Какая, кто… Кто самая старшая открытая? Вика, скажите. Нет, я думаю, что ТУС-9. А вам кто открыли? Меня открыли Короля Бубнова. А мне девятка. Вот девятка. Ну, сейчас ходит самый старший на двух. Причем маленький такой нюансик. Если вот на этой улице кому-то открывается парочка, то сразу как бы уровень может быть… Это единственный случай, когда ты можешь выбирать 100 поставить или 200. Хочешь, можешь сразу 200 ставить. Чек. Чек. Я тоже чек. Чек. Все, чек. Friendly game. Что-то у Саши там устрашающе открывается. Ну, Саша, такая вот эта карта нам нужно видеть. Вот так вот. Чек. Это уже чек. Минимум 200 и максимум 200. Или уравнять или пас. То есть, есть какие-то перспективы. Я чек. Чек нельзя. 200 или пас? Я пас. Я пас. Мы можем потом с Максом эти руки посмотреть, сравнить. Все. Теперь самая старшая рука какая у нас получилась? Туз-король. Пары пока так и нет. Причем, очень важно, Кать, вы не можете менять последовательность карт, чтобы любой игрок мог проследить вашу логику по улицам. У вас первая карта – туз. Вторая была четверка. То есть, на туза надо положить четверку. На четверку – тройку. И потом короля. Помоги, Макс. Ага. Вот так вот, да. Еще тройку сначала. Да, вот так вот. Чтобы мы все видели, в какой последовательности эти карты приходили. Так. Ну, туз-король. Ну, наверное, чек у вас же нет пока что. Там ничего. Саша продолжает это. Нет, 200. И тут всегда вот один раз заколировал 200, а потом всегда шансы банка. Поэтому самое важное решение, конечно, вот на четвертой улице. Что делать? Тоже. Ну, либо 200, либо пас, либо 400. Всегда повысить, уравнять или выкинуть. Я пас. Пас. Вы закрываете вот эти свои и двигаете в сторону дилера. Угу. Да, спасибо. Так, остались. Теперь я вам по карточке в темную даю. И продолжается торговля. Саша на слово, он самая старшая рука. 200. 200, да. И не больше, не меньше. 200. У Вики есть возможности либо выкинуть, либо заплатить 200, либо повысить, поставить 400. 200, не очень понимаю, что делать. Ну, а сейчас откроем ее и разберемся. Все, вы открываете карты. Есть две пары. Два валета и две двойки. Откройте тоже, посмотрим. Ну, у вас пока что только пара четверок есть. А какая последняя пришла? Шесть. Шестерок. То есть, у вас была четверка. На самом деле, можно было и не платить на последнюю, потому что вы даже если бы купили вторую пару, то вы не побили бы здесь две пары. Кроме того, здесь может быть и стрит, и флеш, что угодно. Вот такая опасная доска. И, кроме того, у вас нет никаких возможностей купить что-нибудь больше, чем две пары. Там ни стрита, ни флеша. Ну, разве что третью четверку. И то, одну из них мы там видели у Кати. Чем Макс выкинул? А и четверку еще одну видели у Макса. То есть, у вас вообще четверки все мертвые. Можно было блеховать по ту зону. Я думал, кто-то может там еще дама валет открыть. Если бы мелкие карты. У меня еще туз, например, у меня туз был с самого начала, где он тут. А это срезки, вот моя рука. У меня туз 8 на закрытых. Поэтому ваши тузы меня не очень беспокоили. И заодно она для меня как бы плохая карта. Хорошо, что невидимая, но она мне абсолютно не нужна. Вот я выкинул, когда были там туз Король валет. Вот, казалось бы, неплохая, но бесперспективная. Нет ни масти, ничего. Вот такая вот примерная игра. Ну, теперь мы, поскольку Саша честно выиграл, честно отдаем все ему. Так, ну, давайте пару минут уделим теории. Саша честно. Начинает атаковать на самой первой улице. И там, ну, не знаю, эксперты советуют вести себя примерно одинаково. То есть, если ничего особенного нет, атаковать просто по старшей карте. Чтобы выяснить, как стоишь, нет ли у кого. То есть, если дама ответила, то, как правило, там есть одна дама. То есть, ты уже рассчитываешь, что там есть две дамы. Потому что против двух тузов просто дама не пойдет. Либо там должна быть какая-то конструкция на стрит или на флеш. Там, например, закрытый король валет, открытая дама. Тоже неплохо. Если это еще одномастная, то вы понимаете, что есть дополнительная сила. То есть, у нас, как бы, игра-то одна и та же, покер. То есть, комбинации одни и те же, и принципы игры одни и те же. И неважно, мы эти карты у себя видим в руках или на столе. Причем на столе это, как бы, для всех такая хорошая. Там лежат на столе два туза, а не у всех два туза. А если у нас два туза, то у других их нет. Поэтому мы рассматриваем такие стартовые руки, как тройную. Потом старшую пару. Причем эта старшая пара, она может быть скрытая или разделенная. То есть, ну, легко. Саша пусть объяснит, что такое скрытая, что такое разделенная. Скрытая, наверное, шеи на столе, на открытых нету. Да, ну, конечно, очевидно. То есть, у нас, если есть какая-нибудь, там, ну, не знаю, две четверки, то у нас эти две четверки могут быть в закрытой руке. А открытая девятка. Это скрытая пара. Она в этом случае сильнее выглядит, чем разделенная. Потому что если придет тройная, откроется еще одна четверка, то многие будут подозревать, что у нас уже три четверки. Потому что мы на чем-то же ходили, до этого калировали или нападали. Пришла четверка, показывает, что нас усилило. А если у нас на закрытых картах неизвестно что, и мы точно так же ходим, придет четверка, она никого не напугает. Вот, а у нас будет вот такой вот, ну, давайте там, семерочки какие-нибудь вместо четверок положим. Просто долго искать четверку. Пришла 7-9. Ну, некая обманная игра. Мы могли пойти на девятках, может, у нас три, там какой-нибудь 10-8 лежало. Вот, а на самом деле у нас три семерки. Вот, поэтому, ну, как бы, вот такие стартовые руки. Тройная пара, три стрит, три флеш. И, может быть, какие-то комбинации из этих, там, стрит и флеш, понятно, что сильнее. Если у нас дама валет червей и открылся король червей, то это тоже очень сильная рука. Можно смело переставлять даже какую-нибудь пару, тем самым имитируя короля. А на самом деле у нас другая ценность. Ну, и поскольку на улицах торговля и размер ставок разные, то есть на третьей и на четвертой карте мы ставим по 100, а на пятой, шестой и седьмой по 200, то лучше все основные решения принимать как можно раньше. То есть на третьей и на четвертой улице. А также делать все действия, выясняющие, там, ну, не знаю, разные блефовые, полублефовые ходы, лучше делать на дешевых улицах. То есть просто эта информация вам будет стоить дешевле. Ну, очень важно, конечно, помнить, какие примерно карты выбрасывали другие, потому что от того, насколько ваши карты живы или мертвы, зависит ваше действие на других улицах. Вот. Например, если, скажем, у вас на закрытой руке, ну, не знаю, два валета какие-нибудь, что очень хорошо, но вы видите по валету еще лежащие, то от такой руки лучше избавиться, она не может усилиться. То есть исключение из этого правила можно делать, может быть, разве что на двух тузах, ну, просто как на самой сильной паре, если купишь какие-то другие карты, парочку, то будет сильный допер, два туза и там две восьмерки, семерки. Насколько может человек играть за одним столом в дропокер, семикарточный? Значит, ну, семеро уже предел, потому что если вдруг все останутся в игре, вот, то просто не хватит карт. В колоде 52 карты, если семерым по семь раздать, будет 49. Вот в таких случаях играют, ну, там, например, тоже вечный вопрос, играть ли со срезкой или без срезки, то есть сжигать ли карту после каждого круга торговли. Ну, для безопасности игры лучше сжигать, чтобы, мало ли, если какая-то карта запачкалась, чтобы никто не мог воспользоваться этой информацией. А с другой стороны, если не хватит карт, то это плохо. Там есть процедурные вещи, они немножко портят игру, скажем, если дилер видит, что на последней улице карт на всех не хватит, то он раздает до последней, а последняя будет общая, там, на двух или на трех оставшихся игроков. Пересдать в этой игре, как бы, нет никакой возможности. Ну, и мы сейчас будем играть, там, по действиям оппонентов. Можно примерно понимать, что у них есть. Если вдруг рейс, то там, ну, можно опасаться пары какой-то скрытой. Антэ, пожалуйста. Так. Кто может ответить на вопрос, какая из двоек начинает первая торговлю? Правильно, потому что бобнава младше, чем червовая. Изучив карты, Кать, лучше всего положить их вот таким образом. Я их долго изучаю. Окей. Я пас. Двойка червовая пас. Дилер часто объявляет, чтобы, мало ли, кто-то не успел увидеть. Просадите сюда. Двойка червовая пас. Если не долетает, сами кладите так рядышком. Кто начинает торговлю старше, валет 10, пожалуйста, Кать, вы. Вы 100. Я тоже 100. Тоже 100. Я же могу пас. Если пас, вы закрываете 10-6 пас. Пас. Дамы валет 10 начинают. Теперь 200. Правильно. Коу. Рейс сколько можно? Рейс можно 400. 400, да? Вы можете уравнять 400 или еще раз рейс 600. Ну, у вас 200 уже стоит, поэтому всего 400 еще добавляйте, и того 600. 600, окей. Вот так, правильно. Ха. Укол. Еще раз можно? Вот это последний, это уже будет КЭПС. А сколько можно еще? Еще 200, всего 800. Всего 400. Еще 400, всего 800. По-моему, многовато, Саша. Да, вот так вот. Теперь вам 200. У вас нет выбора. 200, да? Эту ЖКУ. Еще по одной открытой. Так. Какая старшая рука? Король. Я чек. Я чек. 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 Теперь раздаем по одной закрытой карте. И первой уходит опять король. Чек. Я могу... О. После Саш. Я... По словам, ему стоит 200, да? 200. А я рейс могу селить? Окей. А на сколько? Ровно настолько, насколько он поставил. Вот. Вот. Независимо на все шансы банка, я пас. Приспокажу, что было. Тут кол. Открывайте, пожалуйста. Первый, кто рейзер. Две пары. Две десятки, две пятерки. Стретки. Вот видите, мне повезло, что я... На настоящие деньги бьям. Что я не купил никакого стрита. Купил бы семерочку. Я пожалел, когда к вам пришла семерка. Она мне давала стрит. Вот. Купил Сашину тройку. Думал, ему что-нибудь на стритфлеш, там, туз-четыре, бубновые какие-то, судя по розыгрышу. Ты молодец. Неплохо. Ну что, прервемся на минутку, попьем кофейку, чайку. Только деньги, пожалуйста. Суши. Здесь ни двойка, ни семерка, ничего не получилось. Вот. Вот, вот. Здесьaczyнская. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Египет. Шармальд Шейф. С 13 по 20 сентября. Ред Си Кап 2009. Покер Клаб Менеджмент и телеканал Про Покер представляют. Выездной покерный турнир Ред Си Кап 2009. Условия участия на сайте tvpropoker.com. Так, нам тут приготовили две задачки. Давайте посмотрим и попробуем их решить. Как развивается торговля? У нас антэ по одному, ставки 5-10. После первого же круга торговли вы остались один на один с соперником, который к последней карте показывает открытыми вот эти 10, 9, 8, 7. На ранних улицах вы атаковали, но последняя семерка вам не очень понравилась, и вы играете чек на последней карте. Соперник играет бед, вы ставите рейс. И он играет ререйс. Что делать? Я ререйс. Думаю, тут у оппонента или стрейт, или, возможно, даже фулл хаус. Ну, мне кажется, он не может поставить нам флэш. Может, не веришь, у нас три так раздали флэш. Я бы сделал еще рейс, если он поставит еще рейс, только кол. Можно, если мы думаем, что он довольно тайт, то можно сейчас уже играть кол и делать еще один рейс. Смотря какой оппонент, я думаю. Как будто же сырало рейс в этом случае. Сейчас дочитаем эту девочку, я вам расскажу ответ. Ваш оппонент все сильнее выглядит... Тут написано, что соперник слабоват. Ваш оппонент все сильнее выглядит, как готовый стрит. Но у него может быть что-то типа 8, 7, и он купил фулл хаус. Поскольку он понимает, что его стрит прозрачен для всех, то есть вы видите, что никакая другая комбинация, кроме стрита, невозможна, и при этом вы его все равно переставляете, то его рейс может вам сообщить многое. То есть он, если у него он только стрит, он понимает, что стрит не проблема. Вы и так понимаете, что, наверное, стрит. Ему достаточно меньше шестерку, валета. Поэтому против очень хорошего соперника лучше выкинуть, а против слабого можно уравнять, не переставлять. Потому что если вы его еще раз переставите, даже слабые понимают, что, ну, наверное, флеш у вас. У вас причем может быть и трифовый, и червовый на этих трех картах. Поэтому лучше просто уравнять и посмотреть, стрит у него или что-то постарше. Стрит вы бьете, но как-то уж он не боится ваших трифовых. Хотя семикарточная такая статистическая игра, что, то есть, не знаю, там бывают тоже и блефы. Если партнер может выкинуть на третий рейс, то очень часто этот третий рейс может быть очень хорошим блефом. То есть если он там склонен к сильным таким логическим выводам и может выкинуть старшую комбинацию. А вообще сама по себе игра семикарточная, вы там можете увидеть все, что угодно. У нас ТУЗ 7-2, и на столе ТУЗ Дама 9-7. Масти не важны, как говорит составитель. 5-10, антепа одному. Соперник опытный, но под лимит. Мы не лимит играем, а размер банка. У соперника 9-2, 10-4. Вы атаковали всю дорогу, и всю дорогу соперник платил вам ставку в полный банк. Остальные давно спасали. Ваше слово теперь, на последней карте. Чек, бед или большой бед? Давайте сразу я буду читать ответ, чтобы было понятно, что имелось в виду. Ничто так не показывает разницу между лимитированной и под лимит игрой. Проблема в том, что если вас заколируют, то только с такой рукой, которая вас заведомо старше. Будет типичный удар по воздуху, как тот, что мы проходили. Ну, потому что крупная игра. У нас какие-то туздамы 9. То есть у нас могли быть две пары уже давно. Мы же атаковали с самого начала и все время банк ставили. А у нас и было тут. У нас был туз, что-то там на флеш. Потом мы купили еще одну пару. Маленькая ставка чаще показывает слабость более явно, чем чек. Чек же может вызвать блеф или бед от двух пар. Ну, поэтому, что он предлагает. Он не говорит, но, видимо, судя по его рассуждениям, он предлагает чек-колл сыграть. Ну, я думаю, можно еще поставить треть банка. Если он сделает трез выбросить. Я думаю, что он будет блефовать на такой доске, когда у нас тузд 9, дама 7. Скорее всего, если сделать трез, там будет или сет, или, возможно, какой-то флеш. А так, если мы поставим где-то треть банка, он, скорее всего, две пары заплатит. А если сделаем чек, он поставит банк, тогда сложный колл будет тоже. Ну, вот, все зависит от оппонентов, стеков и так далее. Тут 7, особенно тузовые пары, неплохо смотрятся всеми карточками. Там статистически это победная рука, вот, очень часто. Вот, поэтому поставили ставку на перестановку, вдруг блефт. Я бы играл бы чек и коллировал, ну, на любой. То есть, все равно он больше банка не поставит. А делая, как бы, даже треть банка, мы увеличиваем его возможную ставку почти на 100%. То есть, если он играет плюс банк, он уравнивает эту треть и плюс еще 1,6 добавляет. То есть, он ставит 1,9 вместо, чем просто банк. Тогда лучше чек и любую ставку уравнивать. Да, чек и любую ставку колл. И очень часто, ну, бывает, мы не доберем с двух каких-то маленьких пар, которые бы заплатили. Вот. Ну, очень часто мы увидим, что ничего нет, и мы тем самым провоцировали блеф. Кроме того, мы показали, что когда у нас чек, у нас не всегда совсем аж пустая. Нам не очень хочется, чтобы против нас в этой игре блефовали, потому что тут блефы очень трудно вскрывать, особенно в Патлемет. Ну, то есть, я же говорю, что вот ничего не указывает на опасность, а у человека может быть коры. Ну, что, сыграем пару сдач? Анте, пожалуйста. Катя, кто ходит первый? Я. Я, правильно. Окей. А что, Макс, я не вижу? Десятка? Колл. Там 25 меньше у вас. Одно доброе. Кто теперь ходит, Катя? А, сейчас скажешь, у него король, четверка, тройка. А где вторая карта у вас? Нет, ее надо открыть и положить рядом с четверочкой. А вообще лучше вот так вот, вот так вот, как я держу карту, это оптимальный вариант. И это будет то же самое, Катя. Ну, чтобы мы видели, что у вас... У меня все открыло. И сюда, да? Да. Так. У нас первый ходит король. Король, можно сказать, человек может ставить 100. И должен уравнять. 100. А я могу повысить, да? Да. 200. А, 200? Да. Я... Чек. Я пас. Макс пас. Ко. У Кати все... Ой, у Вики все страшнее рука. Уже может быть стрит-флеш. Король валет ходит первый. Чек. Катя. Я чек. И я чек. Два валета. Первый ходит. Видите. Сейчас, секунду. Я собираю. Ну, тут две пары. Здесь неизвестно. Может быть, на стрит шел. У него две пары. Ну, наверное, да. На чем-то атаковал. Скорее всего, может быть, король. Потом он чекал. Может быть, не король. Может быть, скрытая парочка своя. Купил вторую пару. А я могу бесплатно как чек сделать? Нет, уже 200 они ходят. Поэтому надо или 200, или пас. Да, ну ладно, 200. У меня денег есть. Вот я решаю чисто математическую задачу. Мне нужно купить шестерку для стрита. Другие карты не помогают. Две шестерки я вижу. Шансы банка очень хорошие. Но могу еще не выиграть шестерку. Поэтому пас. Так, и раздаем по одной последней карте. И снова торгуемся. Первый, кто у нас ходит, два валета. Сколько можно поставить? Можно поставить 200. Чек. Чек. А там 200? Чек нельзя, извините. Тогда надо или 100, или выбрасывать. Катя, бьем две пары? Знаешь, я хочу бить сегодня. Да. Хотя я тоже хочу. У меня есть. Тести, да? Да? Да. Открываем. Здесь даже три пары. Он меня выиграл. Два короля, два валета, две тройки. А я не... А что у Вики? Что у Вики? Вики. Неудобно показывать парадок. Не, ну здесь скалируется. Дело в том, что вы не можете колерить, вы же не бьете даже то, что вы видите. Вот вы видите два валета, и вы уже не выиграете, больше карт не будет. Поэтому, как это не прискорбно, лучше выбросить такую карту. А у вас два валета. Я хотела побить, что у меня мазь больше, так что я увидела... Мазь не имеет значения. Вы видите уже король, но у вас есть туз. Да. Если у него больше ничего нет, и нету туза даже, что если есть туз, он выиграет два валета, туз, король. Потому что короля вы видите. Да. То есть ему нужно не иметь ни тройки, ни короля, ни валета, ни какой-нибудь... Ни туза еще, и ни какой-нибудь своей парочки, с которой он же сразу ставил у нас... Он бы чек играл, наверное. Он сразу, когда мы еще только 25-25, он поставил 100. Не, я просто хотела поиграть, а там чего-то чуть-чуть. Ну, ничего, бывает. Отдайте деньги, играйте. Я вообще не сообразила, я там 79, у меня тут 79-ти, что-то. На самом деле игра такая очень счетная, очень думающая, очень логичная. Она может быть не такая резкая, как Техас. И здесь, кстати, я советую, чтобы научиться именно в лимит играть. Она по самой своей структуре сделана для лимита. Потому что если ты идешь там на статистически оправданную какую-то комбинацию, то, как правило, у тебя и шансы банка достаточные. Не, вот из-за всего, что мы играли, мне вот это самое. Да? Да, я не знаю почему. Она такая для семейного отдыха, она хороша. Она если... Я даже считаю, что если даже дети в нее будут играть, только учат считать и размышлять. Так, Макс начинает первую, потому что у него самая маленькая карта. Кол. Так, это Анте, кол. Что делает девятка, кол. Король, кол. Семерка, кол. Френдли гейм, все в игре. Кто у нас первый ходит? Король. Самая старшая рука, король. Минимум сто или чек? Сто. Хм, окей. Ай, я пас. Что-то Максу пока, похоже, не нравится. То есть, как ты трех там пас. Пас. Оп, туз. Оп, четверка. Первый ходит туз. Или чек, или двести? Чек. 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 Первый ходит две десятки. Двести. Двести. Я пас. Можно пас? Да. Вот так вот переворачивайте свои. Спасибо. Ну, и последняя карта в темную. Я двести. Я не смотрел. Я думал, четыреста уже опасно. Так, у меня стрит. Ух ты. У меня ничего, да, короля еще. А король не был, да? Не, ну, король-король. А купился король или был король? Купился. Купил, только что купился, да? А? Что были свои карты? Девять-два? Сейчас два пришло. А, сейчас два. То есть, король уже был. Ну, тогда, приколь, просто вот я купил последнюю карту, как вы видели, девятку. То есть, я все время был сзади вас. То есть, у вас король пришел сразу? То есть, у вас было четыре возможности меня вытолкать. Рейзинг. Да, мы не воспользовались и дали мне купить вот эту карту. Правильная игра была бы в любой момент рейз, особенно, когда мы остались вдвоем. Вот. А на самом деле, тут, помните, у нас была такая тема урока. Объясните мне, зачем вы делаете ставку. В этой игре, как ни в какой другой, бывает важно вытолкнуть лишнего игрока. Ну, например, вы видите, что я, например, старшего, с возле дамы у меня, может быть, там два короля. Но зачем нам нужен третий, который имеет там свои 20 или 30 процентов, что он что-то купит? Поэтому вы делаете рейс на одной из дешевых улиц вначале. Пусть это вам стоит лишних 100, но зато у вас будут проценты больше в банке. Тем более, что уже и банк какой-то большой. Мне понравилось. Антен, пожалуйста. Здесь бывает, вот как видите, баттон вообще не ездит, потому что все равно ходит не по баттону, а ходит младшая карта. Антен и поехали. Раз, 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 раз. Макс, у нас сегодня одинаковые карты. Но первая ходит Катя. Окей. 25 обязательных. Давай 50. Нет, 50 нельзя. Или 25, или 100. Окей. Раз, 120. Я пас. Вот я, смотрите, в принципе, могу не, должен не смотреть свои карты, потому что у вас мало того, что меньше моих, еще есть между собой спарены. Поэтому я вот не глядя сразу пойду 100, а тут 200. О, теперь уже надо смотреть. Ну, я этот раз пас так рано не делаю. Не, ну кто может сделать пас, конечно? Не, это... Там 200 пошли. 200, окей, это fine, это cool. Cool? Да, не-не-не, не call, подожди, cool. А cool или call? Да, cool. 200, да? Окей. Окей. Король ходит. 100. 100. Вам чувствуется, подошла семерка. Окей, по 100, да? 100. Ой, ой, ой. Беда, 200. Я пас. 400. Можно столько раясь еще? Шесто. Шесто. Кого? Туз, король старший. А здесь четверки. Вы первый. Чек. Чек, 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 чек. Чек. Дело в том, что у меня еще четверка есть. И еще одну я видел. Я видел у вас тоже даму, у меня тоже дамы. Не, там и не было, то есть. А, у этой дамы. Да. У меня король внизу. Вот, поэтому у меня пара королей. Я видел тоже у меня короля, думаю, шансов у вас на король тоже меньше. Да. Ну, то есть, так часто бывает, когда ты внизу держишь блокиратора карте противника и играешь на то, что у него нет пары. Ну, четверка, когда я вас видел, она просто мне понравилась. Может, если у вас даже какая-то своя карманная парочка, то я с королями должен купить любую, чтобы... Вот, ну, не купила, и оказалось, что и так достаточно. Вот, так что в семикарочном бывает, что и выигрывает пара, но для этого надо некоторую логику сдачи. Вот. Ну что, спасибо, у нас кончается занятие. Давайте посмотрим, что у нас там следующее какое будет занятие. Уже поубавилось. О, следующее занятие у нас этика покера. То есть, это хорошее поведение. Это не для нас, Светлана Катя? Нет, это не для нас. Нет, почему? Мне очень нравится. Мне кажется, это очень важно. Светлана Катя? Светлана Катя? Светлана Катя? Светлана Катя? Светлана Катя? Светлана Катя? Субтитры создавал DimaTorzok